Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Автоподбор25, где мы рассказываем про авторынок, зеленый угол, про японские автомобили и цены на них. Напоминаю вам, что мы занимаемся подбором автомобилей в Приморском крае. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Телефон находится в описании канала. Мы решили поделить наши ролики по ценовым категориям, создать несколько рубрик и рассказать вам все это на канале. Друзья, всем привет! Сергей рассказал, чем мы занимаемся. Если вам нравится тематика нашего канала, не забывайте подписываться на наш канал. Всегда рады, всегда поможем. Итак, в предыдущей серии у нас был выпуск про японские автомобили в ценовой категории до 500 тысяч рублей. Как вы видели, это основная масса Ниссана. Сегодня мы пришли с вами на рынок, у нас уже есть 600 тысяч рублей. Итак, давайте разберемся и посмотрим, что на сегодняшний день можно купить за 600 тысяч рублей. Итак, начинаем мы, наверное, с Ниссан Лифт. Первый автомобиль, который нам встретился. Автомобиль с 2013 года, 4 балла, 350 тысяч рублей. Почему 350? А у нас вроде как там до 600 тысяч сегодня обзор цен. Потому что они есть и за 350, есть за 300, есть за 400, есть за 600, есть даже за 700 тысяч рублей. Даже не знаю, что вам сказать. Автомобиль такой на любителя, он подойдет как мужчине, как женщине, как просто второй автомобиль для семьи. Это полноценный не гибрид, а полноценная электричка. То есть здесь нет бензинового двигателя, трансмиссия здесь. Здесь вообще стоит редуктор. То есть автомобиль, он заряжается от розетки. Розетка у нас вот здесь. Вот, проезжает такой автомобиль, ну, все будет зависеть от состояния батареи, от кузова Z, там AZ, вот, смотря сколько батарея киловатт. Вот, ну, опять же, от местности, от времени года. Ну, в среднем такой автомобиль проезжает где-то 60-70 километров на одном заряде. Следующий автомобиль у нас идет, это Toyota Vitz. Они, значит, выпускаются. Объемы двигателей бывают литр, бывают 1,3, бывают полуторалитровые двигателя. Трансмиссия здесь либо механика, механика встречается очень редко, ну, в основном идет вариатор. Вариатор это, ну, за ним будущее, да, потому что практически все новые автомобили уже идут на вариаторе. Данный автомобиль 2015 года с объемом двигателя 1 литр стоит 465 тысяч рублей. Сейчас, конечно, походим и пытаемся найти, которые немножко подороже, но, напоминаю, это литр, если двигатель будет 1,3, то, соответственно, сумма за автомобиль будет у нас подороже. Так, на этой стоянке что у нас еще есть, что попадает под нашу категорию? Вот, пожалуйста, стоит Toyota Aqua, черный цвет, это уже идет рестайл, то есть отличается по переду немножко, по заду отличается стопариками. В нашу ценовую категорию данный автомобиль тоже попадает. Цена на нем, к сожалению, не указана, указано только то, что это автомобиль 2016 года выпуска с пробегом 20 тысяч километров, ну, и, в принципе, видно то, что он идет в неплохой комплектации. На рестайл цена начинается вот как раз-таки вот, ну, 590-600 тысяч рублей, но если вы хотите себе хороший автомобиль с небольшим пробегом, целый по кузову, конечно, он будет стоить подороже, где-то 650 тысяч рублей. Но, аку до рестайла можно взять и за 550, и за 600 тысяч рублей. Рядом у нас стоит еще один гибрид, это Toyota Prius 20-й кузов. Одно время этих автомобилей не было, сейчас они потихонечку везутся. Стоимость таких автомобилей, именно беспробежных, да, экземпляров, начинается примерно от 520 тысяч рублей. За 550-570 тысяч рублей можно купить, в принципе, в принципе, неплохой экземпляр. Тут, опять же, надо смотреть по состоянию, по комплектацию, даже цвет, цвет на стоимость автомобиля тоже играет. Это полноценный гибрид, 4WD автомобиля таких не бывает, есть только передний привод. Он также подходит как парню, как девушке, так как просто, не знаю, как просто автомобиль для семьи. Кстати, вот что на Prius, что на Акве, что на 30-м Prius, можно сделать тест остаточной емкости по батарее. То есть, мы не просто можем подключить сканер, да, посмотреть напряжение, сопротивление, мы можем провести тест. И мы узнаем, сколько осталось батарейки именно в процентном соотношении. Друзья, сейчас мы прервемся, извиняюсь, пойдем заберем замечательный автомобиль и все-таки поищем автомобили, которые подходят нам по нашей ценовой категории, ценовой категории, ну и, соответственно, с ценами. Итак, друзья, как вы обратили внимание, это Honda Vezer, значит, они бывают 4WD, есть автомобиль и передний привод, соответственно, есть гибридная версия автомобиля. Давайте немного пройдем с вами по кругу, вы пока посмотрите на этот автомобиль. Вот, значит, у нас был поезд данного автомобиля, была задача найти автомобиль за 1 миллион 100 тысяч рублей, либо просто передний привод, либо гибридная версия автомобиля. Значит, пересмотрели все автомобили, которые в данный момент находятся на авторынке «Зеленый угол». Кстати, на авторынке, и не только, найден замечательный автомобиль 2014 года выпуска, внимание, с пробегом 50 тысяч километров. Как бы, ну, это сделать, поверьте, довольно-таки сложно. Плюс ко всему этому, у данного автомобиля идет максимальная комплектация. Ну, допустим, сверху, да, как она выделяется, идут у нас рейлинги, идут 17-е колеса на родных, на литых дисках. По передней части автомобиля сразу нам бросается в глаза то, что здесь фары идут линзованные. Ксенона здесь нету, здесь LED-фары. Двигатель, сейчас мы откроем капот. Двигателя устанавливаются полуторалитровые. И неважно, какая это версия, гибрид, не гибрид, или просто передний привод. Как раз двигатель у нас остановился. В данный момент машина работает на гибридной установке, то есть это полноценный, полноценный гибрид. Полтора литра, 132 лошадиные силы, сама гибридная установка, батарея на 22 киловатта. Ну, соответственно, она добавляет мощность, да, там лошадей, наверное, 20. Ну, грубо говоря, можно примерно сопоставить, сравнить то, что, допустим, у этого автомобиля 150 лошадиных сил. Просто посмотрите на состояние подкапотного пространства, на болтики, на хомутики, на трубочке. Ржавчины, ржавчины здесь нету. Автомобиль, как я уже говорил, 2014 года, стоимость автомобиля 1 миллион 135 тысяч рублей. После торга продавец скинул на этот автомобиль 10 тысяч рублей. Также из комплектации присутствует датчик при столкновении. Давайте покажу багажное отделение. Смотрите, состояние багажного отделения с автомобиля с пробегом 50 тысяч. Ну, придраться здесь, здесь просто не к чему. Так, друзья, ну, по салону кожаные вставки. Короче говоря, ребят, идет реально, реально идет максимальная комплектация. Допустим, что касается посадки в автомобиль, раз, с первого раза я сел. То есть, сидеть, в принципе, ну, довольно-таки удобно, да, широко, места хватает. Единственное, ну, немного, вот у меня коленка упирается вот в эту панель. Но это терпимо, это как-то можно пережить. Потолок, расстояние от головы до потолка, в принципе, мне позволяет. Ни обо что я здесь не трусь. Руку есть куда положить. Здесь у нас идет подлокотник. Можно вот сюда камеру направить. Два подстаканника. Они у нас углубляются. Можно поставить туда бутылку. Трансмиссия на данном автомобиле идет робот. Так как это гибридная версия автомобиля. Идет у нас полный мультируль. Можно подключить телефон. Магнитофон управления музыкой. Управление круиз-контролем. Пробег на автомобиле 51 тысяча. Сенсорное управление климат-контролем. Ну, естественно, есть подогревы сидений. Сидений. Забрали автомобиль. Напоминаю, что состояние просто так не выход. То есть, либо тебя продавец сопровождает, либо тебе выписывается пропуск. Ладно, автомобилей не будем. Вкратце, 51 тысяча пробег. Кузов клевый. Машина бальная. Салон, можно сказать, идеальный. По соотношению, допустим, то, что автомобиль 2014 года по подвеске. Вопросов здесь нет. Кстати, друзья, дополнительно была произведена калибровка робота. На данном автомобиле полезная штука. Делать автомобиль сразу поедет по-другому. То есть, кто ездит на Хондах, допустим, на Везеле, на Фите, те поймут, что это такое. Вот. На автомобиле летняя резина. Летняя резина попросил наш подписчик докупить ему зимние колеса. Колеса куплены. Сейчас подъезжаем на шинмонтажку, переобуем колеса. И отгоним автомобиль, извиняюсь, в транспортную компанию. Возвращаемся на авторынок. И нас встречает уже Хонда Фит Шаттл. Многие путают. Есть Хонда Фит Шаттл, есть Шаттл. Шаттл, он немножко, ну, как бы не помещается, да, в нашу категорию до 600 тысяч рублей. Он стоит подороже, от 750 тысяч рублей. Итак, Хонда Фит Шаттл, данный автомобиль 2011 года выпуска, стоимостью 525 тысяч рублей. Пробег указан на автомобиле 115 тысяч километров, камера заднего хода. Ну и, в принципе, больше ничего нет. Есть гибридные версии автомобилей, есть не гибридные версии автомобиля. Есть просто передний привод, допустим, передний привод гибрид. Есть автомобили 4ВД. Но это уже такой, наверное, универсал, ближе, наверное, к семейному классу. У него, в принципе, и довольно много места в передней части, на втором ряду сидений, да. И, плюс ко всему, у него еще идет неплохой объем багажного отделения. Ну, все очень просто. Семейный автомобиль. Следующий семейный автомобиль, это Toyota Spade. Есть Toyota Spade, есть Toyota Port. Отличаются они, если мы сейчас найдем где-нибудь Port, да, мы вам покажем, чем они отличаются. Ну, в основном они отличаются по передней части автомобиля. Итак, 2015 год, полтора литра, есть объем двигателей 1,3 G-комплектация 575 тысяч рублей. Фишка этого автомобиля, с правой стороны, все, как обычно, все стандартно, двери идут распашные. А вот с левой стороны, дверь, она одна, но она очень большая. И она у нас раздвижная. К сожалению, автомобиль закрытый. То есть мы, естественно, попадаем на передний ряд сидений, ну и попадаем на второй ряд сидений. Здесь очень удобная трансформация салона. Автомобиль очень практичный в плане комфорта, в плане, допустим, семейного, да, автомобиля. Неплохое объемное багажное отделение. То есть туда и коляска, и, возможно, даже велик туда влезет. Итак, вот чтобы вы немножко понимали, да, допустим, вот этот экземпляр красного цвета. Автомобиль 2015 года, с G-комплектацией, стоит 575 тысяч рублей. Напротив стоит еще один Spade. Автомобиль 2016 года выпуска. Объем двигателя полтора литра, но этот автомобиль уже 4 ВД. И стоит он 645 тысяч рублей. Стоит еще один Prius в 20-м кузове автомобиль 2008 года выпуска полтора литра, стоимостью 595 тысяч рублей. Напоминаю, что такие автомобили появились в продаже, их повезли. Не то, что да, там какой-то выброс был или еще машина пользуется спросом. То есть она зарекомендовала себя с положительной стороны в плане комфорта и надежности. Давайте посмотрим его по кругу. Он в сером цвете, бесключевой доступ. Автомобиль на литье, на летней резине. Камеры заднего вида в автомобиле нет. Ух ты, автомобиль у нас даже открыт. Посмотрите, багажное отделение. Ну и посмотрите, немного салон. Серый, чистый, аккуратный, ухоженный салон, как японцы любят. Накидочки. Место переднего пассажира. Обратите внимание, да какая чистота, вот как японцы так ездят. Кстати, полный мультируль. Пойдемте посмотрим. Место водителя. Полный мультируль. Мультируль у нас идет кожаный. Кнопка старт-стоп. Ну, в принципе, на ключе такие автомобили, они не бывают. Есть даже круиз-контроль. Так, напоминаю, это полноценный гибрид. И такой автомобиль можно купить до 600 тысяч рублей в очень хорошем состоянии. Следующий автомобиль это Suzuki Swift. Вот как-то знаете, что касается автомобильной марки Suzuki, ну, как-то не очень она попадает у нас в обзоры. Люди почему-то не берут. Данный автомобиль синего цвета. Как вы видите, аукционная оценка 4,5 балла. Объем двигателя 1,3 литра. Стоимостью 510 тысяч рублей. Но это все-таки, наверное, друзья, я повторяю это лично мое мнение. Это все-таки, наверное, женский автомобиль. Давайте посмотрим салон. Темный салон. Это идет плюсом. В автомобиль я сел. Места, знаете, довольно-таки много. Кстати, на спидометре можно показать. У него аж целых 200 километров. Не на каждом автомобиле такое бывает. Что касается места. Ну, место сказал то, что, в принципе, мне сидеть удобно. Места довольно-таки здесь много. Если сюда сядет передний пассажир, в принципе, тереться мы с ним не будем. И мне нравится управление климат-контролем. Знаете, как-то вот прикольно сделано. Торпеда у нас идет пластик. Пластик идет твердый. Сверху идет бардачок. Закрываем. Снизу идет тоже бардачок. Лежит аукционный лист. Ну, указано то, что автомобиль 4,5 балла с пробегом 69 тысяч. Сзади у нас лежат вещи. На второй ряд сидений мы не пойдем. Попробуем посмотреть, что у нас в багажном отделении. Городской хатчбэк. Ага. Закрыто у нас. Ну, закрыто. Ничего страшного. Такой, знаете, городской хатчбэк. Съездить по магазинам за покупками. То есть на дачу, на дачу, на таком автомобиле ты уже не поедешь. Далее, друзья, стоит у нас Toyota Corolla Axiom. Все автомобили идут на вариаторе 2015 года. Объем двигателей есть 1,3. Есть 1,5 литра. Ну, и также есть, не все автомобили, есть автомобили на механической коробке передач. Грубо говоря, на коробке. Эта версия уже идет рестайл. У нее другой бампер, другие фары, другая решетка. 1,3 за 595 тысяч рублей. Есть автомобили в гибридном исполнении. Есть автомобили 4WD. Есть автомобили передний привод. Шины Гудьиер на летней резине. Лобовое стекло родное. Поворотники. Автомобиль закрытый. Ну, это уже, как видите, это полноценный седан. Этот автомобиль тоже подойдет и для семьи, и просто, как, не знаю, как один автомобиль, там, как второй автомобиль. Подойдет абсолютно всем. И они, как бы, ну, надежные автомобили. Очень надежные. Идем дальше. Это уже VITS у нас с объемом двигателя 1,3 литра, стоимостью 538 тысяч рублей. Автомобиль 4WD. И он 2016 года выпуска. Десятый месяц. Белый перламутровый цвет. Кстати, автомобиль уже на зимней резине. Автомобиль. Автомобиль открытый. Кстати, VITS. Ну, VITS это все-таки, все-таки это женский автомобиль. Сзади у нас вот такого плана полочка. Не знаю, зачем она здесь нужна. Запаска в автомобиле есть. Есть автомобили, которые идут с запаской, с запасным колесом. Есть автомобили, где идет ремкомплект. Объем багажного отделения. Ну, в принципе, я скажу это так, по стандарту. Да, я туда не влезу. Вот. Посмотрим, что у нас сзади. Второй ряд сидений. Садиться мы туда не будем, потому что здесь чисто, как бы, присядем. Ноги засовывать туда не будем. По месту, втроем, место будет мало. Сто процентов вдвоем будет комфортно. Из удобств нету даже ручек. Есть только подсветка. Есть два подстаканника для двух человек. Дверные карты. Идут у нас пластик. Ну, и, соответственно, это электрический стеклоподъемник. Автомобиль на вариаторной коробке передач. Пройдем на передний ряд сидений. Без ключевого доступа здесь нету. Кнопки старт-стоп здесь нету. Руль идет обычный пластиковый. Мультимедиа система тоже идет простенькая. То есть диски, радио, экрана нету. Ну, при желании, можно, конечно, все это поменять. Климат-контроля нету. Все у нас на крутилочках. Вариатор, как я говорил. Два подстаканника. Здесь у нас, кстати, в автомобиле есть прикуриватель. Это, ребят, ну, это реально редкость, да? В последнее время идут просто заглушки. Это используется как просто розетка 12 вольт. Здесь у нас идет верхний бардачок. Смотрите, дуечка, да, у какого плана сделано, как вот вентилятор. Ну, красиво смотрится. Открываем. Дуечка у нас оказалась здесь. Здесь у нас идет что-то типа ниши. Короче, что-то сюда можно положить. Ну, и, соответственно, идет у нас с вами нижний бардачок. Лежит аукционный лист. Три с половиной балла. 76 тысяч пробег. Вот. Ну, более-менее похоже на правду. Хотя, все равно, конечно, нужно проверять. Кстати, вот здесь ручка есть одна, только для переднего пассажира. Солнцезащитные козырьки. Зеркал там нету? Нет. Есть только со стороны водителя. Ну, и идет подсветка салона. Так, надо ее выключить. Давайте посмотрим, наверное, двигатель. Кстати, обратите внимание на дворник. Дворник здесь идет один. Он очень большой. Лобовое стекло. Что он скрывается под капотом? Ну, я вам скажу сразу, да, для 4ВД. Просто посмотрите состояние мотора. Обычно автомобили 4ВД приходят откуда-то с севера Японии. Ну, и где-то есть какой-то налет. Приходят даже, бывает, прям порой. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Для такой степени ржавы. Здесь, ребят, здесь просто придраться не к чему. Здесь он просто-просто блесит. Маслоуровень. Ладно. Заводить не надо. Итак, это был Toyota Vitz. 16-й год, 10-й месяц. Автомобиль 4ВД. Стоимостью 538 тысяч рублей. Рядом с Toyota Vitz стоит у нас Toyota Aractus. Знак Toyota. Кстати, есть аналоги. Называется Subaru Trezi. Не пугайтесь. Это автомобиль один в один. Допустим, как Toyota Rush, Daihatsu Bego, как Miro ES, Subaru PLEO, Toyota Pixis называется автомобиль. Допустим, если, кстати, если мы сейчас найдем Subaru Trezi, да, не Toyota, а именно Subaru, мы вам покажем, что на Subaru стекла будут установлены тойотовские. Итак, Aractus, 16-й год, 12-й месяц, передний привод, есть автомобиль 4ВД, стоимостью 545 тысяч рублей. Объем двигателей есть 1,3, есть 1,5 литра. Коробка передач, вариатор. Есть автомобили на климат-контроле, есть без климат-контроля. Данный автомобиль у нас открыт. Давайте посмотрим, что у нас. В салоне автомобиля чистый, ухоженный, темный салон, обычный пластиковый, спидометр 180, тахометр, стрелочка, стрелка бензобака, я ее называю, ребят, механический. Из систем безопасности, ну, туманки, это не система безопасности, кстати, туманки установлены уже здесь. Антипробуксовочной системы, регулировка зеркал, корректор, японская мульти-медиа-система. Аукционный лист, 3,5 балла, но, если честно, тоже похоже на правду. Пробег 83 тысячи, покраска заднего левого крыла, покраска задней правой двери, покраска порога с правой стороны. Второй ряд сидений. Тоже чистенько. Вот здесь уже, знаете, здесь как-то вот, ну, если честно, поуютнее себя чувствую, что в принципе, если сравнивать там с вицом, да, то сюда, наверное, можно посадить третьего человека. Подсветка. Ручки есть у всех, в том числе и у водителя. Что тут еще интересного есть? Интересно, кстати, сидение идет, да, оно идет не сплошное, не сплошное, оно идет раздельное. Ну, и, соответственно, регулируемые подголовники. Сидения у нас опускаются вот таким вот образом. Получается просто нереально огромное багажное отделение. Нужно показать багажное отделение. То, что оно у нас большое. Как бы, спать здесь вряд ли получится, места мало, но при желании, при желании, я думаю, уместиться как-то можно будет. Давайте посмотрим на само багажное отделение. Так, багажное отделение. Ну, наверное, в классе хатчбэков, в классе хатчбэков это вид, слив, оно такое, самое большое, самое объемное. Вот можете примерно оценить. Здесь у нас лежит пылесос. Здесь лежит удлинитель. Закрываем. Идем дальше. Что касается, друзья, минивэнов, до 600 тысяч рублей, именно минивэнов, это Honda Freed, Honda Freed Spike. Напоминаю, Honda Freed 5 мест, Honda Freed 6-7 мест, но, опять же, Freed, они бывают 5-местные. Отличие, постоянно об этом говорим. Допустим, это у нас Honda Freed. Здесь у нас есть стекла, так как присутствует третий ряд сидений, в спайке стекол у нас нет. В Африде ровный пол, о, он тоже открытый, замечательно. В Африде ровный пол не сделать, в спайке можно сделать ровный пол. Итак, Сергей нам сейчас покажет. Ну, здесь, конечно, комплектация, друзья, попроще, да, что у нее там. Ну, как попроще, две электродвери есть, туманочки установили, туманочки установили, климат, контроль есть. Есть комплектации, где идет мультируль, есть комплектации, где идет круиз-контроль, есть, где идут кожаные вставки. Ну, как бы здесь такая средненькая комплектация, кстати, стоит автомобиль, он 2010 года выпуска, стоит 560 тысяч рублей. В данный момент у нас идет поиск такого автомобиля. Нет, не такого, а идет поиск спайка. У нашего подписчика 600 тысяч рублей, но поиск у нас идет с нюансом. А мы видели уже, что две двери. И переговор еще в плиту, вон. Но поиск у нас идет с нюансом, автомобиль нужен только серого цвета. А сзади установлены два капитанских кресла, есть, где сидение идет сплошное. Кому-то нравится вот то, что два капитанских кресла, кому-то это как-то не очень нравится. Везде есть покотники, получается только с правой стороны. В спинках передних кресел встроен вот такой крючочек, не в спинках, а именно в спинке, в спинке пассажира. Ну и телевизор тоже идет бонусом. Хотя при большом желании, в принципе, вы можете сами себе его установить. Перемещаемся в багажное отделение. Сидение третьего ряда крепится по бокам защелочки. Ну и давайте мы сейчас, наверное, поднимать его не будем. Но в принципе, я думаю, вы оцените, да, объем багажного отделения. Оно здесь просто огромное. Что касается места на третьем ряду сидений, Где-то мы вам уже об этом показывали, места взрослому человеку будет мало. Как бы ребенок еще, ну ребенок, да, еще поместится, но взрослому человеку будет тяжело. Есть передний привод, есть автомобили 4WD, есть автомобили гибриды. Но гибрид здесь идет неполноценный. Итак, этот автомобиль, кстати, на данном автомобиле установлен еще вес. Он на литье, на зимней резине. Этот автомобиль 2010 года выпуска. Передний привод, кстати, объем двигателей только полтора литра. Что касается трансмиссии, идет вариатор. Если автомобиль 4WD, если автомобиль 4WD, то там идет автомат. 560 тысяч. Ребят, показали вам фрид, сейчас покажем вам спайк. Цена здесь не указана, но... А нет, указана. Указана, вот она. 625 тысяч рублей. Виктор, автомобиль у вас целый? Аукционный. 100% аукционный. Битый и крашеный? И одной и крашеной детали. 3,5 оценка, замена задней двери только и все. То есть, только у нее меняли. Ну, аукцион переводит, что меняли карту на двери. Все. Я понял. Без родной краски, ни одного ржавого болта. Ну, это проверить легко. Это можно. Всем интересен, да, какой торг на машину. Будет реальный человек, будем торговаться. Я думаю, скидку сделаем. Доллар начал сильно расти, ну, цена стоит старая еще. Давайте так, за сколько вы готовы отдать этот автомобиль? Ну, думаю, 600 по фуншую, 606. Ну, это прям грандиозные скидки, я скажу так. Пробег какой у него? Родной, 106 тысяч. 106 тысяч, сейчас мы посмотрим. Как вообще люди активизировались, нет, после Нового года? В плане покупки автомобиля. До Нового года все деньги прогуляли, наверное. На Новый год на подарки потратили? Да. После Нового года, январь, это в этом году вообще тухляк конкретный. Никогда такого не было вообще рынка. Понятник. Ну, давайте посмотрим спайк. Спасибо. Кстати, он на летней резине. Это гибридная версия автомобиля, повторителя. По комплектации, по комплектации. У него идет, нет, у него, к сожалению, нет электродвери. Да, ну, за счет этого, как бы, и получается, что цена у нас идет автомобиль на климат-контроле. Здесь я понял, что он весь целый. Здесь японец, вот, сам, наверное, стрячил вот такую вот штуку, магнитофон. Это, скорее всего, какой-то навигатор. Руль идет обычный, пластиковый. Здесь идет подлокотник, темный потолок в автомобиле. Вот, ну и смотрите. Все прокуренные, коврики родные, педали не затертые, все родные, никаких химчисток. Отлично, отлично. Ничего не делают. Даже деньги японские лежат в пороге на удачу. Пускай лежат, нам они не нужны. Итак, допустим, во Фриде, да, у нас стояли два капитанских кресла. К спайке у нас диван. Место здесь будет, не то, что будет, да, а трем пассажирам здесь будет довольно комфортно. Сейчас посмотрим багажное отделение. Кстати, корень, чтобы показать, что он ровный. Что он... Не, 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 неудобно за подголовью. Ну вот, да, давайте покажем, да, то, что в спайках делается именно ровный пол. И здесь, в принципе, реально можно переночевать в данном автомобиле. Мы хотели вам показать багажное отделение. Как раз оно сейчас заставлено, чтобы вы примерно оценили объем багажного отделения. Вот, я говорю, почему замена двери? Я не знаю, для чего они тут меняли. Ну, переводят, что меняли вот эту карту. Потому поставили заменку. Ну, карта, не карта, не знаю, как бы болтики сорваны. Ну, короче, то, что переводили. Все швы, все родные. Главное, чтобы в эрке призоров. А на три с половиной оценка, это не вер. Отлично. Вердика сколько. Ну, чтобы... Еще можно напихать сюда. Чтобы в таких автомобилях, друзья, поменяли крышку багажника и поменяли. Чтобы, допустим, вот эти швы были целые, торцевые планочки, тазик. Чтобы все было целое. Багажное отделение здесь просто, ну, просто огромное. И так, напоминаю, это даже спойлер есть. Это 5-6, кстати, хорошие. Вот еще бы электродвери, было бы супер. Тогда тогда было бы 660, наверное, по-моему, тысячи. В 2017 год, да, за 630 тысяч рублей, а дают там 625 тысяч рублей, а дают 666, это цена подарок. Если у вас есть 600 тысяч рублей, ну, вы, в принципе, можете рассчитывать на 8, 9, 10 год с адекватным состоянием кузова, ну, и с адекватным пробегом 1100-150. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.